Доброе утро Севастополь Поможем ведь? Может поспим еще 5 минут? Ну нет, ну все, 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 нет, не можем, нет Отлично, в студии тогда работает энергичная, бескомпромиссная Дареника Джигирей и Михаил Паутов Давайте посмотрим, что будет дальше сегодня в насыщенном выпуске Это очень вкусный салат, я его люблю готовить дома, ничего сложного И после тренировки вместо привычных огурцов и помидоров Можно быстренько замешать себе классный салат с баклажанами Мам, дождь пошел, я замерзла, давай с тобой подышим тем самым дыханием Выполняйте это простое наше дыхание, которое действительно согреет вас в любые будни, неважно дождь, снег или пурга Мы с радостью сегодня встречаем болгарское землячество и праздник Святой Трифон На поле винодел крестился и каждый из мужчин резаком обрезал три ветки от больших виноградных лос Затем их поливали принесенным собой вином, святой водой и посыпали пеплом, чтобы получить богатый урожай Ох, как интересно! Согласно данным поисковых запросов, самый популярный оказывается салат в России Это, угадаешь? Оливье Селедка под шубой, а вот на втором месте уже оливье О нем запрашивают больше полумиллиона раз Рецепты Цезаря мимозы тоже ищут довольно-таки часто Ну вот примечательно, что некоторые блюда в одних регионах ищут заметно чаще, чем в других Например, та же самая селедка под шубой особенно популярна на Дальнем Востоке А вот в Москве и Санкт-Петербурге доля запросов про мимозу в полтора раза выше, чем в целом по России Ну что ж, самое время этим утром посмотреть рубрику под названием «Что для вас приготовить» от нашего партнера Сети Супертяж Из нового выпуска утром узнаем, как приготовить вкуснейший салат Всем привет! С вами Супертяж Команда Меня зовут Кадыр и я сушев доставки Супертяж А меня зовут Сергей и я один из основателей компании Супертяж Кадыр, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить один из сочных салатов Супертяж Салат из баклажана Что нам для этого понадобится? А это мы вам сейчас расскажем Для того, чтобы приготовить салат с баклажанами и сладким чили Нам понадобится 100 граммов салата айсберг, баклажан, немного томатов чили, соусы, чили, орехи, одно яйцо и 100 граммов панировочных сухарей Для начала возьмем баклажан и замаринуем его Маринад у нас будет состоять из соевого соуса и сухого чеснока А я начну с подготовки айсберга и помидоров черри Кстати, ты знаешь, что не нужно айсберг мыть? А достаточно снять два листика и все Ага, это у нас получается мини-секретик Еще один секретик Айсберг нужно рвать ручками Айсберг, да, ни в коем случае его нельзя нарезать Так как у нас он начнет чернеть И тем временем мы нарезаем наш баклажан Сначала мы его нарезаем кольцами В чем ты будешь его мариновать? Мы его будем мариновать сегодня в соевом соусе и сухом чесноке Для этого нам понадобится вот наш соевый соус Буквально прям немножечко заливаем То есть ты его не солишь, ничего не делаешь? Достаточно соевого соуса? Да, в соевом соусе уже есть все, что нам нужно Посыпаем сухим чесноком, так чисто для аромата И мы его перемешиваем Сколько времени? Вставляем буквально на минуты 3-4 И он у нас будет пока мариноваться Нам нужно сделать такой кляр домашний Вообще в домашних условиях нужно только яйца И это будет прям вполне достаточно Можете пока взбивать яйца Хорошо А я подготовил наш импровизированный фритюр Вы можете в домашних условиях сделать то же самое Ну у нас есть ситочка специальная Но вы можете в целом готовить без ситочки Просто потом выловить ложечкой, да? Выловить, да, ложечкой это все Тем временем у нас уже баклажаны замариновались И мы это все дело будем теперь обжаривать Для этого мы все это дело можем вот сюда залить И мы закидываем это все в панка Сколько они будут жариться? Они у нас будут жариться 3 минуты Полная готовность будет 3 минуты И вообще вся идея этого салата в том, что хрусткость этих баклажанов, да? Которые... Да, они как раз будут у нас хрустящие снаружи А внутри они у нас будут мягенькие такие Красота Будут в целом сочные Так, я смотрю у тебя баклажаны готовы Я начну подготавливать помидоры? Да, можно подготовить помидоры Мы режем их пополам или на 4 части? Мы их режем пополам и добавляем наш айсберг Хорошо Ты пока занимаешься баклажанами, да? Да Как узнать в домашних условиях нагрелась ли наша масса? Мы можем взять один кусочек для проверки и закинуть его Если оно щипит, нам этого достаточно Итак, мы выяснили, у нас нагрелось масло И потихонечку закидываем все аккуратненько Большим количеством масла работаем очень аккуратно всегда Если у вас дома будут перчаточки, будут еще лучше, конечно Потому что масло все равно брызгает, но не все могут работать И вот наши баклажанчики пожарились Мы их обязательно выкладываем на салфеточку Чтоб лишнего жира у нас не было Вот, а дальше мы уже у нас вот салат почти готов получается Мы добавляем баклажан? Немножечко перемешиваем Добавляем баклажаны, правильно? Да, теперь мы можем добавлять баклажан Заправляем его соусом сладкий чили? Да, свит чили Он тоже есть в любом супермаркете, вы можете приобрести Он острый? Он кисло-сладкий такой, мягкий, нежный И с соусом не переиграйте Его добавляем вот прям одну ложечку На нашу одну порцию мы добавляем салфеточку Да, одну порцию, одну ложечку И этого будет очень даже достаточно Так пахнет классно этот соус в чили Соус очень приятный Кадр, я подготовил красивую тарелочку, выложишь салат? Да Этот салат появился у нас в меню Потому что это очень вкусный салат Я его люблю готовить дома, ничего сложного И после тренировки вместо привычных огурцов-помидоров Можно быстренько замешать себе классный салат с баклажанами И у нас остался последний штрих Мы украсим это все дело орешками У нас такие молотые орешки Вы можете брать то же самое Любые орехи покрошить и вот так украсить Красота! Пожалуйста, 5 минут, 10 минут и у вас этот салат готов Ну что, наш яркий салат готов? Да, но если вы не хотите готовить дома То мы с удовольствием привезем вам его с доставкой Супер Тяж Приятного аппетита! Ура! Новости могут не только информировать Или вызывать тревожное настроение Но и приятно удивлять Но, ну ведь правда, в мире очень много радостных новостей Почему мы на них не обращаем внимания? Вот как раз наши коллеги решили исправить эту несправедливость И выбрали для вас дайджест именно хороших новостей Посмотрим вместе, как прекрасен этот мир Со скоростью самолета Компания российские железные дороги представила россиянам дизайн нового поезда Который будет ходить по высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург Внешне он напоминает усовершенствованный Сапсан Однако его передняя часть будет более обтекаемой Также новый электропоезд будет состоять из 8 вагонов И сможет развивать скорость до 400 км в час Сборку начнут в 2026 году А в 2027 году РЖД рассчитывает получить первый поезд В 2028 году на маршрут выйдут уже 28 поездов Которые будут курсировать между двумя столицами В дальнейшем их станет еще больше И ожидание каждого поезда сократится до 15 минут Самое приятное в этой новости то, что добраться на них из Москвы в Санкт-Петербург Получится всего лишь за 2 часа 15 минут Помимо этого пассажиры смогут выбрать уровень комфорта, в котором они хотели бы провести время в пути Литий наш В Мурманской области завершается разведка колмозерского месторождения лития Благодаря большому количеству этого стратегически важного металла И возможностям его извлечения Россия может войти в мировую тройку лидеров Запасы лития здесь оцениваются в 500 тысяч тонн Это около четверти всех литиевых кладовых страны Использовать месторождение планируют начать в 2026 году Литий считается ценным металлом, поскольку используется в металлургии, ядерной энергетике, нефтехимии, оптике, медицине А основной спрос на этот металл сегодня предъявляют производители литий-ионных аккумуляторов для автомобилей и бытовой техники Его ценность также растет в связи с переходом цивилизации на запасаемое электричество Так, например, в батареях той же Тесла используется около 12 килограмм этого металла Вопрос самостоятельной добычи лития для России остров стал после заморозки в прошлом году поставок из Аргентины и Чили На сегодня в стране обнаружено 17 месторождений одного из самых легких металлов с запасами мирового уровня Которые полностью покроют потребности российской экономики Студенческое конструкторское бюро «Сигнал» Московского авиационного института разрабатывает таракана-киборга Способного производить съемку в труднодоступных местах Управление насекомым будет происходить с помощью электрических импульсов Так как нервные кончания у тараканов расположены очень близко к панцирю Используя эту особенность мадагаскарских тараканов, студенты расположили на панцире насекомого два электрода Которые крепятся к миниатюрному управляющему нейростимулятору Устройство получает сигналы через блютуз и передает электрические импульсы на электроды Которые воздействуют на нервную систему таракана Управляя его движениями Размер такого нейростимулятора будет не больше, чем 2-3 сантиметра А вес около 15-20 грамм Отправляя сигнал, можно направлять насекомое вправо и влево А если закрепить на таракане микрокамеру, то можно увидеть то, что не сможет снять оператор-человек в труднодоступных местах Например, для проверки трубопроводов или в археологических исследованиях Медвежья демография Отличная новость пришла с острова Врангеля По данным учета 2023 года численность белых медведей на острове возросла с 500 до 864 особей Об этом сообщили в НИИ Экология По словам сотрудников научно-исследовательского института Узнали они это при помощи беспилотного летательного аппарата Орлан Который отлично показал себя в непростых арктических условиях Работают они бесшумно и не тревожат животных По сравнению с предыдущими годами Текущее количество белых медведей это очень много Ученые давно занимаются сохранением и защитой этого вида на Чукотке Для этого они запустили две программы Окружную и федеральную Этим утром узнаем про весенние праздники различных народов мира И сохранение этих традиций даже вдали от национальной родины У нас в студии Алла Ировская Представитель молдавского народа расскажет про Мерцишот Традиционный праздник встречи весны в Молдове и Румынии А также у нас в гостях Ирина Кузьмичева Представитель Болгар Расскажет про праздник под названием Баба Марта Это праздник весны И про другие народные особенности С добрым утром С добрым утром Прежде чем об этом поговорить Можно я еще сделаю маленькое уточнение, Миш Алла Ировская Представитель Молдавского национального культурного общества Извораж Правильное? Да А что это за слово? Извораж впервые слышали В переводе на русском это означает родничок Родничок на нашем Хорошо У меня такой учебник был, родничок А Ирина Представитель Молдавского национального культурного общества Изгрев Правильно произнесла? Изгрев? Да Изгрев В переводе с болгарского означает восход Восход Алла Ирина Спасибо У вас такие замечательные национальные наряды Расскажите вот про них Что это за костюмы И по какому поводу их обычно надевают? Болгарских костюмов великое множество Потому что в каждом крае В каждом, можно сказать, селении Они немного свои И чем-то отличаются Но такой вот классический состав Если можно так сказать Это рубаха Народная рубаха Называется риза По-болгарски Сверху одевается платье Называется сукман Обычно оно белого, черного или красного цвета Это красный цвет Цвет праздника И обычно на какие-то праздники Всегда одевают сукман красного цвета И, конечно же, непременный атрибут народного костюма Это фартук, пристилка Он служит защитой основным атрибутам И в то же время таким небольшим украшением Каждая девушка, женщина Старалась сделать его неповторимым Каким-то оригинальным И таким образом показать свое мастерство В древности, конечно же, это все вышивалось мастерицами Собственно, ручно Сейчас это такой стилизованный больше костюм Но в то же время мы его очень любим И могу сказать, что это первый костюм в нашем обществе Он появился практически с созданием общества Изгорев И мы все благодарны председателю Ассоциации национально-культурных обществ В светлой память с Валерием Андреевичем Мелоданом Он очень радовал за то, чтобы национальные костюмы Появились в каждом обществе И вообще, по-моему, благодаря ему Ассоциация наша появилась и живет И такой дружной, замечательной семьей в Севастополе Ну, наверное, я хочу добавить, что многие национальности Благодаря ему появились Потому что наше общество появилось тоже благодаря ему Но о наших костюмах продолжаю Это молдавский национальный костюм Передник это называется на молдавском языке фусты Это достался мне от бабушки Это ручная работа А платье я уже покупала новое Это под специальное дело, чтобы был такой контракт Потому что мы хотим со своим ребенком это все вышивать Если нам удастся, то мы, я надеюсь, что у нас получится очень красивый костюм Платье-вышивка будет Платье-вышивка, потому что национальные костюмы все идут с вышивкой Ну, вот так Что закладывалось, когда вот женщины вышивают? Что они, какие мысли закладывают? Это оберег какой-то или штук? Ну, это, во-первых, и оберег Ну, в основном вышивали раньше приданные девушки Вышивали себе приданные Для того, чтобы когда будут выходить замуж, чтобы у них было И это все сохранялось в деревянном сундуке И если нет приданого, девушка не выходила замуж Поэтому с мыслями о том, что если кому-то хотелось выходить замуж Хорошая традиция Да Берем на заметочку Сейчас будет вопрос, какой он у меня приданный Оно есть, все, точка Скажите, пожалуйста, весна Для всех народов, для русичей, для всех абсолютных национальностей Весна имеет особое значение Пробуждение природы И какие-то особые праздники, естественно, празднуются Какие у вас, в вашей национальности? Для молдавского сообщества, для молдаван это особое Потому что некоторые празднуют конец зимы Но в Молдавии празднуется начало весны И с этим праздником, с началом весны празднуется праздник Мартишор Который раньше он передан из древних народов В древних наших предков Потому что раньше они праздновали Новый год в начале весны И вот эта традиция, она плавно перешла в празднование весны У нас празднуется праздник Мартишор Баба Марта, это тоже один из самых древних народных болгарских праздников Самый любимый, самый известный, самый долгожданный Потому что это встреча весны Это настрой на радость, на свет, на любовь И это начало нового хозяйственного года Когда просыпается природа И когда мы вместе с ней настраиваемся на все самое лучшее, светлое, доброе И в этот день все болгары по народной традиции Дарят друг другу скрученные из красных и белых ниток амулеты Называются они мартынички по имени месяца Марта Они могут прикалываться к груди Вот как у меня здесь, например, это подарок, кстати, тоже от Молдавского сообщества Да, и мартыничка прислана из Болгарии Которую я храню очень бережно А второй вид мартыничек можно повязывать на руку Каждому встречному, другу или просто знакомому Поэтому все 1 марта готовы к тому, что у них на руке будет очень-очень-очень много мартыничек Традиция обязывает, привязав мартыничку на руку Обязательно завязать ее на три узла А тот, кому ее дарят, должен загадать желание при этом И существует поверье, что эти желания обязательно сбудутся Это может быть одно желание на три узла Это может быть три желания на каждый узел Ну и существует очень много Очень много традиций Когда снимается мартыничка, по мартыничке гадали И было очень много различных еще верований с ней связанных То есть ее носили в разных местах в древности Вот если интересно, я об этом тоже могу рассказать Ирина, а что у вас в шкатулке? Ну в шкатулке у меня, конечно же, мартыничка такая вот, большая Такой, так сказать, выставочный образец, экземпляр То есть такую мартыничку из скрученных белокрасных ниток Прикалывали груди, повязывали на руку И здесь у меня, конечно же, тоже такой вот пузырек Болгарского эфирного розового масла Что известно, что Болгария славится своим розовым маслом Да, и разными продуктами из розы И является до сих пор мировым лидером, экспортером розового масла в мире Ну и традиционная болгарская шкатулка с народным орнаментом Ручная работа, которую я когда-то привезла из Болгарии Которую мне подарили в Болгарии Я ее тоже очень храню, она мне очень дорога Алла, скажите, а у вас вот что за культурные такие ценности? Я принесла Там и куколки, да? Там и куколки, это все ручная работа Это и есть мартишор То же самое, это означает бутоньерка Но обратите внимание, потому что все и мартинички, и мартишоры Они все красного, белого цвета Других цветов нету Существует в каждом народе есть своя легенда Но у них, у всех по-разному Разные легенды есть Но у каждого своя Существует общая легенда о том, что однажды на опушке леса Красавица Весна вышла прогуляться по лесу И она увидела маленького, который пробивался из-под снега, маленького подснежника И она помогла, расчистила то место, где он пытался вылезти на свет Но это не понравилось зиме И у них завязался бой между собой И в конце концов весна победила, но она повредила себе мизинец И маленькая капля крови упала на белоснежный снег И упала на белоснежный снег И вот с этого начала начинается этот подснежник ожил И дала ему жизнь Вот эта капля крови и означает, что белоснежный снег и капля крови весны Но в нашем народе это общая легенда Которую мы недавно показывали на нашем празднике совместно с Гагаузским сообществом В нашем, по вере, в нашем молдавском, молдаван Есть легенда о том, что однажды гуляла весна Елена Косензиана И Фет Фурмос, это парень, увидел ее Но змей решил ее похитить И он завязался так же бой, который он погиб Но вот эта капля крови, которая осталась на снегу Красный цвет символизирует кровь Фет Фурмоса А снег – это белый цвет Алла, Ирина, у нас тоже для вас есть небольшой сюрприз от Дореники По старой русской традиции Мы делаем утреннюю разминку Такая веселая игра Ты в команде, кстати, не хихи Тоже отвечаешь правильно на вопросы На болгарском? Очень интересно Нет, на русском Я хочу вас познакомить Вы, кстати, на болгарском и молдавском можете говорить? Конечно, мы говорим Я по образованию преподаватель У меня филологическое образование Я училась в Болгарии Потом скажете что-нибудь? Конечно Пожелаете? Да Ну потом, в конце, после виктория Да, хорошо Еще даже легенду рассказать Есть и болгарская легенда о Бабе Марте Расскажите 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 Ну, если кратко Я постараюсь Баба Марта В болгарской традиции Это такой Персонифицированный образ весны И связан он с древней народной легендой Считается, что Когда-то Жили Высоко в горах 11 месяцев И их красавица Сестра Марта И в подарок ей от матушки Достался волшебный пояс Скрученный из белых и красных ниток И был он волшебным Тем, что Дарил ей вечную молодость И красоту Марта очень любила Этим поясом Гордилась Им Но однажды Младший братец В феврале Решил над ней подшутить Спрятал пояс Под сугроб И решил Развлечь этим сестру Но наутро Снег растаял Пояс ушел вместе Сталой водой И потерялся Марта кинулась Ищет его Нет его Рассердилась Разгневалась И под действием этих эмоций Превратилась в старую Сварливую старуху С очень переменчивым характером Поэтому считается В марте у нас такая Переменчивая погода Может быть Солнечная А может быть И тут же может пойти снег Утром оденешься легко А потом к вечеру Как замерзнешь Да Говорят, что это баба Марты Сердится И чтобы задобрить Сварливую старуху Болгары 1 марта И вообще Всю первую декаду Месяца марта Дарят друг другу Белокрасные мартынички Увидев которые Баба Марта Вспоминая В своем поясе И о счастливых временах Возрадуется И подарит нам Теплую погоду И ясное солнышко Баба Марта Сельскохозяйственная Работа И нужно было Если непонятно Болгарию Баба Марта Все эти знания Души народа Ну потому Конечно вы правильно Ответите Сейчас на все вопросы Теща угощала Баба Марта Спасибо Что-то новое Я думаю Что вы Вы уже гуляли Или еще собираетесь Общинами гулять Мы уже гуляли Ну мы помимо праздника Мартишор Мы в этом году Совместно праздновали Три сообщества Это Гагаузское сообщество Молдавское И болгарское Это первый Такой праздник Праздник Совместный Обычно Мы это празднуем По отдельности В этом году И я Мне очень понравилось У нас это все удалось Я очень счастлива Поэтому Но мы помимо этих праздников Мы встречаемся На разные праздники У нас бывает И Рождество Вместе празднуем И мы ходим Друг к другу в гости Мы не просто так Что мы вот Отмечаем свои праздники вместе Но мы ходим По праздникам Друг к другу в гости Алла, Ирина, Дориника И нашим зрителям Я предлагаю посмотреть Как болгарское землячество Праздновало еще один праздник Под названием Трифонов день Трифонов день? Да Отметьте Его собрались представители Разных народов Танцевали Совершали необычные обряды И даже выбирали Царя виноградников Наша коллега Наталья Шульга Готова рассказать подробности Прямо сейчас Давайте посмотрим Трифонов день Символическая эмблема Объединила не только болгар Молдаване Гагаузы Караимы Эстонцы Русские По сложившейся традиции В ассоциации Национально-культурных Обществ Севастополя Праздник одного народа Собирает дорогие гостей Отовсюду Вот и в этот раз Большую семью Анкос Объединил клуб Поселка Первомайка Очень рада сегодня Встречать болгарское землячество Очень рада Что мы сотрудничаем С Анкосом И вообще Очень хочется Чтобы все национальности Всегда Приезжали только В Первомайку Потому что у нас Гостеприимный поселок И мы с радостью Сегодня встречаем Болгарское землячество И праздник Святой Трифон Праздник появился Еще в древности Когда на территории Болгарии Жили фракийцы Почитавшие Диониса Бога вина и виноделия Когда в седьмом веке На эти земли Пришли предки Современных болгар Они с удовольствием Переняли традиции Но как это часто бывает Языческие праздники Никуда не делись С принятием христианства А только несколько Видоизменились Мое село Создано в 1830 году Переселенцами из Болгарии Бежавшими От Османского ига У нас конечно Каждый год Празднуется День Трифона Зарезана Потому что Основное Ремесло Как можно сказать В сельском хозяйстве Это виноградарство День Трифона Зарезана Дает начало весне И полевым работам Так что в ближайшие месяцы У виноградарей Не будет времени Как следует отдохнуть Начался он Как из древли С молебна Благословения На доброе дело И с заботой О будущем урожае Отправляя мужчин В поле Каждая женщина По традиции Собирала определенный Набор продуктов Прежде чем Идут В поле Зарезать виноград Женщины Собирают Мужчин В поле Для этого Отваривается Целая курица Для этого Пекутся Небольшие Такие питы Для этого Обязательно Беклица С вином Должна быть Также Есть такое поверье Что обязательно Берут Рождественский Пепел Подрежи Кубово-Лазету Трифон-Дапамага Подрежи Хорошо Лазу Что был урожай И Трифон тебе Поможет На поле Винодел крестился И каждый из мужчин Резаком Обрезал Три ветки От больших Виноградных лоз Затем их поливали Принесенным собой Вином Святой водой И посыпали Пеплом Чтобы получить Богатый урожай Завершение обряда Выбирали Царя виноградников Все за Константина Чтоб был царем Царю на голову Возлагают венец Из виноградных лоз И на руках Несут до дома Встречают мужчин Угощениями Отпить вина И отломить хлеба Приглашают гостей И какой же праздник Без болгарского Народного танца Харо Ну что царя Тяжело Потому что я чувствую Ответственность За виноградник Чтобы болезней Не было Чтобы урожай Был хороший Чтобы сахаристость Была высокая Конечно тяжело Праздники Это своеобразные Рубежи жизни На них ориентируются К ним готовятся В отведенные для них дни Мы собираемся вместе И стряхнув Груз повседневных забот Переключаемся Отдыхаем Набираемся энергии И конечно Становимся ближе К людям Которые живут Рядом с нами И происходит это Из года в год Это просто жизнь Это те понятия Основные Традиционные Духовно-нравственные Ценности народов России Которые объединяют Нас всех вместе Наша вера Наша любовь Друг к другу И наши народные традиции Поэтому в этом Как раз и есть Секрет успеха Кажется Только закончилась Обрезка виноградной лозы А представители Национально-культурных Обществ Севастополя Собрали гостей Для встречи весны С глубокой древности Люди После долгих морозов С нетерпением Ждали ее прихода Радовались солнцу Радовались свежим побегом Первым листочком Первым цветам Первым птицам Прилетевшим в родные края И наверное не случайно Что традиции Отмечать первый день весны Существует У многих народов У болгар У молдаван У гагаузов У сербов У русских У наших славян Да-да Тоже отмечают Приход весны У народов Молдавии Болгарии Гагаузии Имеют сходные традиции Однако звучание Несколько отличается И у каждого Свой талисман У молдаван Называется Мартишоры У гагаузов Так как они живут вместе Называется Мартишора От слова Март А у болгар Называются Мартинички Носят их Возле сердца С левой стороны Поэтому мы вам Сегодня дарим Вот такой прекрасный Символ Подснежник Это символ весны Он у нас Белый С красной Ленточкой У молдаван Есть несколько легенд О происхождении Мартишора И все они связаны С победой Добра над злом Света и солнца Над тьмой Тепла над холодом А почему символ Весны Подснежник С красной Ленточкой Одна из историй Гласит Когда весна Решила укрыть Один нестужи Росток Первого Нежного цветка Она поронила руку О колючей Ветви терновника И тогда Ее кровь Упала на снег Так белый И красный цвета Стали символами Прихода весны Люди верили Что амулеты Мартиницы И мартишоры Охраняют человека От несчастья И болезней Отсюда изродился Обычай Дарить обереги Олицетворяющие Подснежник И алую кровь Весны Которая его спасла С тех времен У молдаван Подснежник Это Очень Скажем так Почтимый цветок Первоцвет И В честь Того Что Подснежник Взошел С тех пор В Молдавии Изготавливают Вот такие Бутонерки Бутонерки Белые И красные 1 марта Все дарят Друг другу Такие Бутонерочки В первый день весны Болгары встречают Бабу Марту И по погоде В течение месяца Узнают о ее настроении Когда она сердится На улице скверно И дождь Если радуется Солнцем Так кто же такая Эта мифическая Волшебница Марта В болгарском фольклоре Считается Что в далекие Далекие времена Жила высоко В горах Красавица Марта Со своими 11 братьями Была она Молодая Красивая Веселая Задорная Всегда улыбалась И дарила всем Радость и счастье На весь Новый год Который начинался У славян Весной Но вот однажды Младший братишка Февраль Решил Подшутить Над бабушкой И украл В нее волшебный пояс Красно-белый И спрятал его под сугроб Встала утром Марта Ищет, ищет Нет его Сознался братишка Положил его Вот под тот дальний сугроб Пошла Марта искать Нету, нету А на следующее утро Расставил снег И пояс ушел Вместе с водой С тех пор Баба Марта Погрустнела Обиделась Рассердилась Приобрела сварливый характер И превратилась В вечно ворчащую старуху И поэтому А баба Марта По вере в болгар Влияет на погоду Поэтому когда баба Марта Веселая Выглядывает солнышко в марте А если ее кто-то рассердит То тут же холодает И может даже пойти снег И чтобы задобрить Сварливую старуху Болгары Первого марта И в первые дни марта Дарят друг другу Белокрасные мартынички Похожие на ее пояс Первые мартиницы Были только из двух ниток Красного и белого цвета Но позже их стали Украшать бусинками Символ праздника Непременно следовало Подарить другу Повязать мартиницы На запястье Обязательно в три узла Никита Я буду завязывать А ты должен загадывать Три желания Никит, поделишься Какое желание загадан? Я загадал Желание Десять тысяч рублей Я загадал Чтобы всегда Чтобы закончилась война Между Украиной и Россией Однако не только браслеты Колокольчики А и различные фигуры Из ниток Появились в дополнение К символам весны Например куклы Красная Как знак женского начала Белая мужского В библиотеке Мастер-класс По изготовлению Марцишоров и Мартиничек Увлек и детей И взрослых И уже неизвестно Кто учит и передает А кто постигает Традиции народного творчества Марцишорка Сначала мы Из вот такой ниточки Любого цвета Завязываем бантик После этого Берем или красненький И беленький цветочек Кладем на друг друга Берем любую бусинку И зашиваем сюда После этого Мы зашиваем на ниточку Вот такое должно получиться Плести такие украшения Нужно в хорошем настроении А дарить С добрыми помыслами Когда дарят Марцишор Принято говорить Живите И цветите Как яблони В сердце весны И как бы ни назывались Молдавский праздник Мерцишор Гагаузский Мартишор И болгарский Баба Марта Они давно стали Весенними праздниками Мира и дружбы Прославляя народное творчество И способствуя Взаимному обогащению Национальных культур Перед тем, как посмотреть Динамичный анонс фильмов И программ Которые можно сегодня Посмотреть на нашем канале Я предлагаю тебе, Дориника Заняться приятным И полезным делом Скоро меня будут называть Женщина Викторина Ты про подарочки Нашим телезрителям? Ну конечно же С удовольствием Сегодня мы разыгрываем Два билета В легендарный Севастопольский театр танца Имени Вадима Елизарова На яркое представление Для этого вам необходимо Ответить правильно На вопрос А вот ответ Нужно написать В комментариях Под записью Этой программы В телеграм-канале СТВ Найти канал Можно по QR-коду Который сейчас На ваших экранах Итак, женщина Викторина Приготовила вопрос Внимание Слушайте Он будет об истории театра И звучит он следующим образом Как назывался Самый первый Шоу-номер театра Как назывался Самый первый Шоу-номер театра Как думаешь Подсказку сделать, нет? Да, да В его основе Была румба Которую принято Называть танцем любви Ну и я тоже Дополню небольшую подсказку Если вы не знаете То правильный ответ Можно найти В открытых источниках И выиграть Два билета В театр танца Имени Вадима Елизарова А далее Посмотрим Анонс фильмов И программ Которые можно посмотреть На нашем канале Оставайтесь Вместе с нами На СТВ Какая Россия На вкус Ответ на этот Сложный вопрос Иностранец Глен Куцовский Ищет вместе С телеведущим Аскаром Кучерой Они путешествуют По нашей стране В поисках Самых необычных Блюд и рецептов В интерактивном Парке Патриот Открытом в 2015 году Герои сериала Узнают Что представляет С собой Настоящая Мужская закуска Ведь здесь Не только Демонстрируются Возможности Российской Военной техники Парк уже Стал популярным Местом отдыха Сакральный образ Божьей Матери С младенцем Стал формирующим В его творчестве Это все идет Из детства Говорит художник Николай Дудченко Разговор с мастером Смотрите в новом Выпуске авторской Программы Олега Николаева Скажите честно В 19 часов Политика Наука Социальная сфера Культура И спорт Все ключевые События понедельника В материалах Наших корреспондентов Не пропустите В 19.30 Вечерний выпуск новостей В 21.30 Смотрите фильм Уездная драма В имение Князя Грохольского Приезжает известный Билетрист С супругой Лизой Красивая И изящная Молодая женщина Сводит с ума И хозяина имения И его молодого Непутевого сына Григория И друга семьи Уездного исправника Надворного советника Данилу Охлопкова При полном безразличии Своего супруга Лиза каждому Из мужчин Дарит авансы Каждого манит к себе Но не делает До конца счастливым Связанные Семейными И дружескими Узами Любовники Лизы Начинают Мучительно Ревновать Друг к другу Но однажды Женщина Бесследно Исчезает Сегодня у нас В эфире Еще один подарок Для зрителей Это премьера Новой Ежедневной Рубрики Под названием Дышите На здоровье Опытный тренер И основатель Дыхательных гимнастик В России Марина Корпман Покажет И расскажет Как правильное дыхание Поможет не просто Улучшить состояние здоровья Но и даже похудеть Смотрим И запоминаем Ее Первый совет Мам, дождь пошел Я замерзла Давай с тобой подышим Тем самым дыханием Моя дочь знает Дыхание Ход Корпан Теперь это дыхание Будете знать Вы Ну тогда Ты рассказывай Делаем Неглубокий вдох Носом Выдыхаем В два раза длиннее И задерживаем дыхание И так мы дышим Пока не согреемся А теперь Я объясню Для взрослых Нам крайне важно Делать неглубокий вдох Для того, чтобы кислород Максимально усваивался клетками Выдох нужно сделать В два раза длиннее Для того, чтобы создать Увеличение концентрации Углекислого газа Как только СО2 поднимается вверх То у нас с вами Расширяются сосуды И тело становится Очень тепло Потому что Улучшается кровоток Выполняйте Это простое Наше дыхание Которое действительно Согреет вас В любые будни Не важно Дождь, снег Или пурга Всегда используйте Дыхание Ход Корпан И пусть это дыхание Будет палочкой Вручалочкой Для вашей семьи Во время прогулок В Севастополе На современных площадках СевГУ состоялся Интернациональный Молодежный этнофорум Это точка роста Для образовательного Этнокультурного Творческого И профессионального Взаимодействия Молодежи Ведь только В одном СевГУ Обучаются студенты Из 40 стран мира Обсудим Промежуточные Итоги форума У нас в гостях Начальник отдела Департамента Внутренней политики Севастополя Владимир Колесников И главный специалист Координационного Центра СевГУ Андрей Копылов С добрым утром Доброе утро Ну конечно же Первый вопрос будет о том Из каких стран участвовали Что за участники Какие проблемы И о чем удалось договориться И удалось ли Я скажу так Что участие Принимало Действительно большое количество Студентов Совершенно из разных стран Вот По нашим данным В Севастопольском государственном университете Учится порядка Пяти сотен человек Из стран Ближнего Дальнего зарубежья Это и Сирийская Арабская республика Таджикистан Узбекистан Андрей Андреевич Даже из Кореи есть Подскажите Откуда у нас еще могут Обучаться студенты Из страны Африки Совершенно верно Корея Китай Ближнее зарубежье Беларусь Таджикистан Да Поэтому действительно Палитра очень широкая Вообще главной целью Этого форума Мы ставили Донести До студентов Очень важные И сложные вещи Простым языком И Каким-нибудь Активным действием Ведь Студенты Это очень Требовательная Аудитория Требовательный народ Чтобы удержать Их внимание Необходимо постараться Ну что кажется Нам в принципе Удалось Потому что студенты Покидали наш Форум С улыбками С радостью Спрашивали Когда мы сможем Поучаствовать еще Почему не было Значит Каких-то Отдельных народов А ведь это же Был первый форум И это была Наша проба пера И Получилось Достаточно энергично Вы знаете Мое любопытство Сейчас зацепило фраза Мы Рассказывали Сложные вещи Простым языком Какие сложные вещи Вы доносили им О чем идет речь Смотрите Форум состоял Из двух частей Пленарного заседания В первый день Как раз Где сложные вещи Простым языком Мы до них И доносили И второй день Это день Национальных культур Их традиций Обычаев Активности Всевозможных Вот я думаю Что Андрей Андреевич Более подробно Расскажет Про первый день Конечно Я хочу сказать Что Этот форум Он был Не только Скажем так Культурно-просветительским Мероприятием И не только Образовательным Но мы его Рассматриваем В контексте Профилактической работы Которую выстраивает Наш университет Во взаимодействии С федеральными органами Власти И с региональными Органами власти Местного самоуправления Направленную на профилактику Деструктивных проявлений В молодежной среде Таких как Экстремизм Терроризм Профилактика Межконфессиональных конфликтов И конечно же Мы затрагивали Очень Как бы Тонкие Вот эти моменты Связанные с тем Что Ни для кого не секрет Что у нас сейчас Осуществляется В основном Извне Деструктивная пропаганда Нацеленная В первую очередь Конечно же На молодежную среду Пытаются Донести Какие-то Деструктивные идеи Посеять Межнациональную рознь И Эта работа ведется Целенаправленно Более того Она Институционализирована На уровне Определенных Скажем так И доктринальных документов И соответствующих Специализированных Подразделений Которые этим Целенаправленно Занимаются То есть системно Регулярно Масштабно Более того Вот если Посмотреть Доктринальные документы НАТО Там стратегические Коммуникации Понимаются Как система Взаимодействия Пиар возможностей Различных способов Донесения информации А также Проведение Информационных И психологических Операций Для достижения Общих целей Альянса Извините А была обратная связь От студентов Иностранцев Что например Они вам говорили Да вот нам Например присылали В соцсетях Какие-то материалы Неизвестные Анонимы Или вот их пытались Как-то вовлечь В какую-то деятельность По интернету Ну Или может быть Вы советуете С участниками форума Конечно мы не беседовали Но Собственно говоря Это ни для кого Не секрет Что такая деятельность Активно ведется В сети интернет И например Насколько мне известно После начала СВО Как бы Началась Новая фаза Вот этой информационной Войны Она стала Значительно Более интенсивно Осуществляться И В соцсетях По данным Специалистов В сфере информационной Безопасности Наблюдался Взрывной рост Вот такого Деструктивного Контента При этом Если До Того Как вот этот Взрывной рост Произошел Вот в этом Деструктивном Контенте Зарубежный трафик Составлял От 10 до 20 Процентов То В момент Вот этого Взрывного роста Фиксировался Зарубежный трафик На уровне До 80 Процентов То есть Вполне было очевидно Что Вот эта вся Деятельность Как бы С другой стороны Со стороны Андрей Андреевич Да Чтобы вот Предметно полезно Нас смотрит Большая аудитория Можете посоветовать Вот как Противодействовать Может быть Методам профилактики Просто Сразу блокировать Эту информацию Или этих там Ангенов Это Это один из способов Конечно же Мы все знаем Прекрасно работает Роскомнадзор Очень многие ресурсы Блокируются Но это как Вот это вот Мифическое чудовище Гидра Которые Отрубают одну голову Возникает две Поэтому Нужно Конечно же Делать такую Как бы Прививку От всей этой Деструктивной пропаганды И в том числе Разъясняя о том Что это такое И как это работает Потому что Еще Был такой президент Эйзенхауэр Который Санкционировал Целый ряд Спецопераций Ну не только Против Советского Союза И одна Спецоперация Была Проведена На территории Ирана В 1953 году И называлась Она Аякс Так вот Комментируя Решение О том Что Этой операции Присвоен Высший уровень Секретности Он сказал Если Мы это сделали Тайно Если узнают О том Как мы это сделали Не только Пострадает Наша репутация Ну и мы лишимся Возможности Делать что-либо Подобное В дальнейшем Это когда на улицу Выходили протестанты За деньги Именно Именно за деньги Это Впоследствии В 2014 году Все эти материалы Рассекретили Архивы ЦРУ Там Присылали деньги На эти деньги Они покупали Каких-то оппозиционеров Буржуазию мелкую В Иране Которые выходили Протестовать Против президента Они устраивали провокации Когда там Группы Спецназа Под видом Какой-то Политической партии Совершали провокационные действия Ну в общем Весь вот этот спектр Все что То что применяется В цветных революциях Был вот опробирован Впервые успешно Именно тогда И Очень важно Доносить информацию В том числе Рассказывать о том Как это работает Что это действительно Военная пропаганда То есть Эти все Какие-то Деструктивные Посты Какие-то Информационные материалы Берутся не из воздуха Что это Люди Которые пытаются Человека Проживающего здесь На нашей земле Завербовать куда-то Вовлечь в какую-то деятельность Деструктивную В своих целях Которые рассматривают Это не более чем Один из вариантов Применения вооруженных сил Не более того Можно сбросить Какую-то бомбу Начинаем Взрывчаткой А можно Сделать Какую-то Информационную бомбу И забросить ее В сеть интернета И ждать Пока она на кого-то Подействует Конечно я думаю Что нужно Нашим Подрастающим поколениям Да и любому Гражданину Российской Федерации Просто иметь Критический ум Раз Сдаться вопросом Почему Эта информация Появилась именно сейчас Кто ее распространяет С какой целью На какую аудиторию А есть ли эта информация В других информационных полях Соседних стран Международного сообщества Или нет Или она направлена Только на конкретный сегмент Информационного поля То есть Вот Именно Этим критическим Сознанием Мы можем Застраховать себя От тех или иных Негативных последствий Да Особенно когда студент Иностранец Он же вдали от родины Вдали от Ну как бы Родного сообщества Много страхов И много того Что они впитывают В себя как должное Здоровый цинизм Сейчас нужно воспитывать В молодежи Скажите А вот на этнофоруме Студенты иностранцы Интересовались тем Как можно После учебы Остаться в Севастополе Там жить Работать Получить Какую-то специальность Более того Я познакомился Во время Практического занятия Во второй день форума С молодым человеком Который родился В Германии И Совершенно недавно Вместе со всей семьей Переехал В Севастополь И на мой вопрос А почему И как Отчего И зачем Он ответил По несколькими тезисами Первое Говорит Мощность немецкой экономики На сегодняшний день Это миф Засилие эмигрантов Которые Несут Чуждую Абсолютно местному населению Культуру Кардинально чуждую Огромно И третье Говорит В России Так хорошо жить И общаться с людьми Они такие открытые Они такие свободные Они общаются с удовольствием В то время Как в Германии Люди после работы Закрываются дома И сидят в своих коробочках И тот форум В котором он принял участие Он назвал ярким примером Того Как позитивно В российском обществе Строятся отношения Между студентами Между другими Социальными слоями И так далее И тому подобное Нам надо уже заканчивать Может быть скажете Какое-то Ну такое напутственное слово И студентам И студентам иностранцев Иностранцам Да Которые живут в Севастополе И чтобы они Действительно Были трезвы Смотрели Трезво смотрели Да Но нужно сказать Что Россия От своего истока Была Многонациональным государством И многоконфессиональным Мы считаем это Абсолютным Приоритетным Добром Силой Когда народы России объединяются Не страшны Никакие внешние угрозы И Вне зависимости От своей национальности Башкир Таджик Русский Украинец Белорус Граждане России Любят свою страну Уважают ее историю А для того Чтобы понимать Нас Россиян Нужно просто Стараться Познать Историю России Познать культуру народов Ее населяющую И тогда будет взаимопонимание А из взаимопонимания Уже родится взаимоуважение Взаимная любовь Взаимное доверие И так далее Андрей Андреевич Скажите пару слов Я хочу сказать Что Вот даже на Этоматнофоруме Были Так называемые Активности Когда Студенты Разных Национальностей Разных Регионов Российской Федерации Даже прибывшие За рубежа Например Становились в хоровод И пели там Чувашские Народные песни Какие-то Русские Мордовские Мордовские Изучали Промыслы Ремесла Учились одевать Лапти На время Даже плести По-моему И плести Это все было Очень интересно У людей Горели глаза И Я хочу пожелать Чтобы они Почаще приходили На такие мероприятия Обменивались Идеями Мнениями Впитывали Это Этноконфессиональное Многообразие Российской Федерации И Всегда помнили Что наша сила В единстве Очень легко Определить Деструктивную Пропаганду По одному Я считаю Такому маркеру Когда В ней содержится Какая-то Попытка посеять Ненависть и вражду В любой форме Неважно Чем это Пытаются Обосновать К этому Нужно присмотреться Очень внимательно Скорее всего Это Что-то Что слушать И воспринимать Не нужно Спасибо вам огромное За такой Действительно Полезный совет Ну а на Животрепещущие Интересные И важные Темы Мы продолжим Говорить Уже в рубрике Имеем право В этом разделе Речь пойдет Об алгоритмах Действий По реализации И защите Гражданских Трудовых Прав Севастопольцев Телезрительница Прежде всего Обязанность Но у нас Я так понял Речь идет О процессуальном Правоприемстве То есть Суд Будет Рассматривать Вопрос О том Имеются ли Правовые Основания Заменить Взыскателя По Алиментным Обязательствам Это требование Не является Законным Поскольку Как закон Об исполнительном Производстве Так и Гражданский Процессуальный Кодекс Не содержат Такого Основания Для процессуального Правоприемства Как достижение Совершеннолетия Ребенком Мать Которого Получает Алименты С отца Поэтому Здесь В любом Случае Первоначальный Получатель Алиментов То есть В данном Случае Мать Будет Являться В исполнительном Производстве Взыскателем Более того Это Нелогичное Требование И с точки Зрения Того Что Долг Накопившийся За какой-то Период И в этот Период Получатель Алиментов Мать Несла Все равно Расходы На Ребенка И соответственно Вот этот Долг Он Имеет Компенсационный Характер Поэтому В любом Случае Мать Будет Получать Эти Алименты Это Долг По Алиментам До того Момента Пока Он Полностью Не будет Погашен Ваши вопросы Можно задать По телефону 8 Код Города 8692 88 5103 Разнообразно Как будто бы Попутешествовали По миру Согласись Так встретили Этот замечательный день Да Еще вот Видишь Желание Загадали Да Ну что ж Я убеждена Они сбудутся Мне кажется Задача Выполнена И огромная Благодарность Тебе За то Что этим утром Был с нами Мне и нашим Корреспондентам А вам желаем Отличного дня Оставайтесь На СТВ